Окей, привет всем. Сегодня я хочу поговорить с вами про визуализацию покрытия автотестами. И сначала просто немножечко расскажу о себе. Меня зовут Артем Ярошенко. Найти меня можно во всех социальных сетях по юзернейму Ярошенко АМ. Это GitHub, LinkedIn, Twitter и так далее, Telegram. Если у вас есть какие-то вопросы, то с удовольствием их выслушаю. Чем я занимаюсь? Я занимаюсь консалтингом в области автоматизации. Как тестирования, так и процессов и так далее, и так далее, и так далее. Занимаюсь этим уже довольно давно, и моя задача заключается в том, чтобы выстроить процесс, грубо говоря, автоматизации. Сделать то, что было плохо автоматизировано, так, чтобы оно автоматизировано было хорошо. Также я являюсь разработчиком Allure Report. Это вот фреймворк для построения Allure отчетов и еще несколько библиотек. Одна из таких библиотек — это библиотека Atlas, Atlas Framework. Это аналог Селенида, это Propage Objects. Это моя наработка домашняя. Я ее особо сильно не пиарю. Они даже, по-моему, ни разу я не рассказывал, но она мне нравится. Я использую ее чисто в своих проектах. И сегодня я хочу поговорить с вами про автоматизацию сбора покрытий ваших автотестов. И первый вопрос. Кто здесь является автоматизатором тестирования? Много народу. Отлично. Прям хорошо. А кто вообще задумывается о том, как собирать покрытие? Окей, меньше народу. Окей, хорошо. Я расскажу свою историю сегодня на конкретном примере. И надеюсь, результатом этой истории будут два open-source инструмента, которые вы можете попробовать у себя. И история начинается с тем, что я сейчас работаю с Яндекс.Вертикали, с компанией, и занимаюсь тестированием автору. И у нас примерно такие результаты. У нас в вертикалях на самом деле много сервисов. Я не буду расписывать вот эти вот цифры. Там есть автору, недвижимость, работа и так далее. И у нас всего четыре автоматизатора на все это добро. Эти четыре автоматизатора, они выполняют роль скорее, ну, типа, софтверт, девелопер энд тест. То есть они разрабатывают инструменты, помогают настраивать процессы и так далее. До того, как я пришел в эту команду, там тоже было четыре автоматизатора, но автотестов не было практически за несколько лет работы. Мы в результате за два года, за три года работы сделали так, что у нас сейчас 15 плюс тысяч коротких тестов. Мы умеем тестировать API, верстку, мобильные приложения на нативных языках, эспрессо, иксетест и так далее. То есть мы автоматизировали все процессы. Кроме того, мы передали наши знания разработчикам. Разработчики тоже помогают нам писать тесты, но об этом чуть подробнее попозже. Стабильность наших тестов где-то 97%. То есть мы научились писать реально качественные, клевые тесты. Отчасти это заслуга как раз-таки Атласа, потому что он позволяет делать тесты очень стабильными, прогнозируемыми и так далее. И также время выполнения всех тестов занимает не больше 15 минут. У нас очень крутая инфраструктура, в которой мы используем Селеноид, и у нас под браузеры выделено 600 ядер. То есть у нас запускаются тесты в 1200 потоков. Ну то есть я не все могу позволить себе 600 ядер, но тем не менее мы сначала думали, что это будет первая проблема, типа распаралелись, а потом получилось так, что теперь за этими тестами нужно еще ставить тестинги хорошие, которые тоже работают, которые выдерживают такую нагрузку. Если вам интересно посмотреть подробнее про стек-технологии, которые я использую, то можете обратиться вот к этой презентации. Я рассказывал на Gazing Bug, и там рассказано конкретно, какие подходы мы используем и так далее. И еще одна особенность нашей команды заключается в том, что и в принципе моего подхода у нас автоматизируют все. Автоматизируют ручные тестировщики. Они занимаются тем, что помогают нам править селекторы, исправлять опишенные ручки и так далее. То есть они как бы такая первая линия обороны после тестов. Для них мы проводим специальную школу автоматизации тестирования, внутреннюю закрытую, на которой мы рассказываем о новых подходах и так далее. То есть они у нас обучаются, и на них ложится первая линия поддержки. Также у нас автоматизируют разработчики продукта, причем как фронтенда, так и бэкэнда. Мы вот по бэкэнду тесты написали и отдали в разработку, и они там, собственно, как бы там живут и находятся. По фронтенду есть замечательный доклад «Полный цикл тестирования React-приложений». Это тоже прикольный доклад, в котором разработчик вертикали делится тем, как у нас проходит тестирование. И, соответственно, он рассказывает про React, про скриншоты, и у нас как бы все-таки наши как бы тесты – это такие E2E-тесты, а это больше разработческие тесты. Как ни странно звучит, нас также автоматизируют инженеры по автоматизации тестирования. Это их непрямая задача, как я сказал раньше, их прямая задача – обучать новых людей, распространять знания, компания, тестирование и так далее, внедрять новые подходы и прочее. Поэтому их всего 4 человека. То есть нам за 3 года удалось модернизировать полностью нашу систему таким образом, что сейчас из автоматизаторов у меня, по-моему, никто непосредственно автоматизацией не занимается. Один занимается тем, что держит нагрузку 600 ядер селеноида, второй занимается тем, что внедряет эспрессо-тесты в разработку и так далее. То есть они как бы не пишут тесты, вот прямо тесты. У нас есть один человек, который только в начале пути, который занимается именно написанием тестов. Это на самом деле удивительно. И какие проблемы у нас могут быть? Ну, то есть вроде как все прикольно, звучит прикольно. Ну, молодцы, можно, в принципе, на этом разойтись, наверное. Ты такой молодец прям вообще. Но проблема заключается в том, что мы не понимаем вообще, что у нас тестируется, где у нас тестируется, как у нас тестируется, сколько у нас большое покрытие и так далее. А, кстати, да, у нас тестируют все, кроме менеджеров. Менеджер на самом деле любит всякие вопросы такие каверзные задавать. Например, а новый поиск у нас тестируется. Вот прям приходит менеджер и вот прям вот сайт передо мной открывает вот с ноутбуком. И мне так вот носом. Вот это вот у нас проверяется. И я такой, типа, блин, ну вроде проверяется. И вот на этот вопрос очень на самом деле сложно ответить. Вот у кого такие вопросы, кому задают такие вопросы? Типа, вот эта штука у нас проверяется. А как вы на них отвечаете сейчас? Ну, вот. Вот. Отлично, отлично. Вот это самый лучший ответ. То есть, ну, как бы, правда, непонятно, как ты это докажешь. Но, тем не менее, вот это реально сложный вопрос. То есть, вот эта штука проверяется, а менеджер, у него много задач. Ему в целом сейчас надо именно ответ на этот вопрос. То есть, ему неохота идти в тестовую документацию, смотреть это. У него просто случилась какая-то беда. И он сразу же прибегает и говорит, типа, ребята, вот это у нас проверяется. Это такой фиг знает. Либо у нас очень часто релизится API. То есть, он может по нескольку раз в день. При этом, так как у нас поисковая API, представляете, как у нас меняются запросы. Постоянно добавляются новые параметры. Постоянно изменяется сигнатура методов. То есть, это вообще настолько быстрый процесс, что вообще непонятно, реально проверяется у нас тайная ручка или нет. А особенно какие-то конкретные параметры. Ну, и третий вопрос, который мы сейчас начинаем задумываться. У нас уже появилось 10 тысяч React-тестов. 10 тысяч. И у нас есть это, не считая наших 15, которые в E2E. Ну, то есть, типа, и суть в том, что ты начинаешь репу чесать и уже понимаешь. То есть, мы сейчас это решаем примерно так, что мы некоторый гайд пишем, что, типа, ребят, вот вы тестируете вот до этого момента, мы тестируем с этой стороны. Но все равно охота посмотреть, вот как бы глазами коротко оценить, типа, а вот это проверяется у нас или не проверяется? А в каких тестах это у нас проверяется? На мой взгляд, эти правильные вопросы, потому что база тестов у нас очень большая, и в ней действительно много тестов. У нас разные роли пишут тесты, и разные роли это на самом деле важно, потому что тестировщик с опытом работы, он пишет одни тесты. Вы когда-нибудь просили новичка-разработчика, который хорошо пишет код, написать тест? Я вот просил, и он там, то есть, у него как бы путь наименьшего сопротивления. То есть, он тестирует вот самую-самую-самую первую штуку и такой, о, все, ой, хорошо, прям, прям пипец. Соответственно, вот как бы разработчики, когда пишут тесты, за ними надо как бы ревью делать. А ревью делать именно по коду тоже неприкольно. То есть, охота немножко выше, выше посмотреть на картину в целом. И тесты у нас пишутся на разных уровнях языка. И вот, собственно, вот наша вот такая вот проблема, и поэтому я сегодня хочу поговорить с вами про покрытие. Покрытие кодом, покрытие кода, визуализация покрытия и так далее. У меня будет в докладе три пункта. Первое. Мы с вами порассуждаем, как вообще можно, какие подходы существуют для измерения покрытия автотестами кода. Второй пункт. Я расскажу про инструмент, который мы сделали у себя, который позволяет нам анализировать покрытие API-тестов. И третье. Я расскажу про инструмент, который позволяет нам анализировать покрытие веб-тестов. То есть, вы идете сегодня, как бы, во-первых, мы с вами точно поймем, что такое покрытие и как его мерить, и получите два инструмента в подарок. В общем, поехали. Как измерить покрытие? Кто может мне назвать, вот какие способы измерения покрытия существуют? Trissibility-матрица. Trissibility-матрица. Это покрытие требований. Да, это очень хорошо. Какой еще способ существует? Да, это покрытие кода. Да, отлично. Какой еще способ существует? А потому что его нет. Ну, собственно, два способа. Есть как бы покрытие требования, а есть покрытие кода. То есть, ну, как бы третьего покрытия нет. Я, на самом деле, постоянно на каждой конференции я задаю этот вопрос и жду, как бы кто-нибудь мне вот скажет. Третий, а вот нету. То есть, я, на самом деле, тут прав. То есть, это, как бы, такие знания надежные. Итак, покрытие требований. Давайте, опять же, рассмотрим его на примере с сайта Автору. Как формируется покрытие требований? Оно формируется в виде таблички. Вообще, табличка, кажется, самое крутое изобретение, которое сделали в IT. Мне кажется, вот табличка, она стала, как бы, двигателем вообще эволюции. Вот эти все пупетиры ваши, вот это все, оно все произошло вот отсюда. Кто-то сел и написал, селениум, плохо, надо, хорошо. И вот у него там зеленое-красное, и он такой, все, я понял, куда двигаться. Как собирается эта табличка? Я буду, естественно, приведет очень простой пример. Слева мы пишем некоторые такие требования. Я написал их очень сумбурно. Аккаунт, объявление, проверка, оплата. На самом деле, есть люди, которые специально обучены составлять такие таблички. Они могут вот левую колонку заполнить очень подробно. Но для простоты сделаем так. И справа мы пишем столбики атрибуты. Это все, что придет в голову. Если вы откроете любую статью по покрытию требований, то там вот эти вот атрибуты, они могут быть разные. Могут быть одни, другие и так далее. Все зависит от желания клиента. И потом вы заполняете ее так. И вот такая вот получается таблица. В целом с ней все понятно. Существуют также инструменты для работы с требованиями. И в данном случае тест-трейл, он не совсем про это, но тем не менее он позволяет решать эту проблему. Это вот справа, вот эта вот табличка, вот она, в принципе, это оно и есть. То есть у вас там есть название требований, и вы можете посчитать атрибуты. Сколько автотестов, сколько ручных тестов, как часто тесты проходят и так далее. И как выглядит процесс с точки зрения автоматизации тестирования. Есть ручной тестировщик. Он написал много тестов, прям такой пришел, и пыль такая пошла. Потом автоматизатор получил эти тесты и начал их имплементировать. Ну, нам же надо понимать, что мы тестируем. Понятно, что можно сразу же автоматизатор отправить, но нам же надо понимать, что мы тестируем, поэтому обычно оно устроено вот так вот. Автоматизатор пишет код. После этого код попадает в Jenkins и начинает приносить пользу. Какие плюсы и минусы у такого подхода? Ну, самый, наверное, такой прям клевый плюс – это то, что оно отвечает на любые наши запросы. И тут дело в формулировке задачи. То есть это как Rolls-Royce. Приходит руководитель и говорит, Маша, а составь мне, пожалуйста, табличку, что у нас проверяется, а что нет. Маша, говорит, составляет табличку, он говорит, что-то я не понимаю. Можно мне, пожалуйста, ее по фичам? Маша составила табличку по фичам, говорит, подробнее, можно еще вот так вот. То есть это ручной процесс, и он очень клев тем, что вы всегда получите ответы на ваши вопросы, потому что вы сначала формулируете, что вы хотите, а потом это оформляете в виде таблички. Какая у этого есть проблема? Очень быстро устаревает. Я постоянно на всю эту тестовую документацию смотрю, как будто в телескоп смотреть на Луну или на взрывающуюся звезду. То есть вы как бы видите взрыв, а на самом деле он произошел несколько столетий назад или тысяч лет назад. То, что вы видите на экране монитора, оно на самом деле не всегда то, что реально проверяется. Потому что автотесты, они меняются очень быстро. Это такой вот мир. То есть автотест упал, починили, автотест упал, починили и так далее. А тестовая документация, она все-таки такая более как бы, ну типа это текст, надо его обновлять и так далее. Никто этим не любит заниматься. Конечно, если вы не используете Allure.ee. Итак, и третий пункт. Это требует ручной работы. То есть если у вас, ну то есть нельзя просто взять и прийти туда, настроить какой-то тул и получить инструмент. Вам надо каждый раз выходить, ну типа и настраивать все заново. Как же у нас работа с кодом продукта? Вот так вот выглядит покрытие кода продукта. Это такая тоже табличка, которую мы, ну типа я всегда вижу, которую приводят на сайтах. Слева у нас классы, пэккеджи, неважно, какая это структура, которая очень сильно привязана к коду. Направо идут атрибуты ровно такие же. Сколько линий покрыто, сколько условий покрыто и так далее. То есть это примерно та же табличка. Как выглядит процесс генерации такой таблицы? Кто знает, что такое инструментирование кода? Наверное, все? Окей. Инструментирование кода. Как выглядит процесс сбора вот этих вот данных? Представим, что у вас есть вот такой вот тест. У вас есть фронтенд, потом API, потом бэкэнд. Вот так вот три компонента. Что вы делаете? Вы начинаете инструментировать код. Для этого вам надо зайти в Google, выбрать язык Java Instrumentation. И вам выдастся очень много библиотек, которые этим занимаются. Что они делают? Они изменяют байт-код таким образом, чтобы подсветить все линии, которые были затронуты вашими тестами. То есть тест выполняет какое-то действие, мы смотрим, какие строчки кода были затронуты. Это очень удобно, это как бы, ну, типа, работает. И это очень легко настраивается. То есть просто берите и как бы ищите в Google для любого языка, для любого фреймворка вы найдете такую штуку. Как только у вас тест выполнился, то вы снимаете файлы, в которых находится каверидж. Это такие вот файлики прямо на файловую систему. И по этим файлам генерируется вот эта табличка. То есть, грубо говоря, у вас название класса, и там написано 15% строк кода было задействовано или там 30% строк кода было задействовано. И получается вот такая вот табличка. Какие у этого подхода плюсы и минусы? Большой-большой-большой минус этого подхода в том, что он отвечает на вопрос покрытия кода. Ну, то есть, если у вас в коде, например, там 100 тысяч строчек кода, то вам от этого несложно, не легко. То есть у вас покрытие 42. Что это означает? Надо больше, надо меньше. На этот вопрос вообще ответа нет никакого. Вот, кстати, Сергей Пирогов будет рассказывать тоже про эту же тему. Я думаю, у него будут примерно такие же аргументы. Насколько хорошо покрытие кода в 42%. Ну, то есть, вроде хорошо. Как Серега говорил, что, типа, есть люди, которые, как бы, вот 80 – это такая черта, как бы. Ну, то есть, есть люди, у которых 0 и у которых 80. Ну, то есть, оно примерно вот так вот. Я, кстати, тоже это слышу. Приходишь в команду и говоришь, какое покрытие? 80. Ну, мы потом мерить не стали, но у нас примерно 80. То есть, это такое универсальное число. Прикольная тема. Какие же плюсы у этого подхода есть? Это всегда актуальные данные. Это как конвейер. Эти данные собираются на каждый прогон, на каждый коммит полностью автоматически. И это очень круто, потому что это не требует вообще никаких трудозатрат. И какой еще плюс? Требуется только настройка. Если в случае с табличками тебе нужно много знаний, ты там научился строить вот эти вот таблицы требований и так далее, то тут ты просто знаешь, как подключить библиотеку. Все. То есть, тебя уволили из одной компании, в которой было 80%. Ты пришел в другую компанию, показал им 20%. Они такие, о, вы догнали до 80%, тебя опять уволили, ты пришел, как бы, о, и так далее. То есть, это процесс очень легкий. То есть, ты подключаешь, оно все работает, ты решаешь проблемы и переходишь к следующей задаче. И, соответственно, вот есть два таких, на мой взгляд, они противоположные способы, они противоположные по определению, они не конкурируют. Это как бы, ну, типа, вот прямо два реально противоположных способа. И если говорить про концепцию, то вот мне очень нравится вот эта фраза, что покрытие требований, оно позволяет выявить нереализованные требования, но не позволяет оценить полноту по отношению к коду. Это значит, что если вы начали писать новую фичу авторизацию через Google, то вы можете покрытие требований оценить только через слова. У нас есть тесты на авторизацию через Google, потому что кода еще нет. А если у вас появился код и вы написали на него тесты, то вы не можете оценить фичу, которой тоже нету, которая как бы только еще планируется. То есть это типа два таких разных подхода. И у меня появилась идея, почему бы не взять лучше от каждого? Почему бы не сделать тул, который будет отвечать на все наши вопросы, на вопросы, которые я до этого говорил, менеджеров. А вот это покрыто, а вот эта ручка проверяется и так далее. При этом будет всегда актуальной и будет требоваться только настройка. Подключил и работает. И для этого нам надо взять немножко под другим углом. То есть начать анализировать не код, а что-то выше. Взять какую-то любую систему, которую можно перевести на человеческий язык и анализировать покрытие по ней. И вот так вот мы подходим к покрытию через API. Что лежит в основе покрытия? Кто использует свагер? Много народу. Отлично. Я вообще, честно говоря, не понимаю, как можно тестировать сейчас API без наличия свагера. Если кто-то так делает, расскажите мне, пожалуйста, потому что я вообще не понимаю, как это реально возможно. Те, кто не пользуется свагером, могут зайти вот на эту вот страничку и оценить все преимущества свагера и того, что его нужно внедрять. Что из себя представляет вот этот вот свагер? Во-первых, у него есть список запросов. То есть у него как бы вот прямо так явно выводится все запросы, которые можно сделать на ваш сервер. Они все сгруппированы по группам и так далее. То есть я как тестировщик, я открываю вот эту вот страничку, беру какую-то конкретную ручку и начинаю тестировать. То есть для меня это вообще все прозрачно. У меня, грубо говоря, документация есть для тестирования прямо здесь. В свагере в каждой ручке есть параметры запроса. То есть, грубо говоря, если у нас добавился новый параметр, то он тут появится. И это очень круто. То есть для меня это, говорю, как документация. И также у каждого запроса есть некоторые коды ответов. То есть там 400, 200 и так далее. И все это находится в одном месте и очень удобно. Принцип работы этого инструмента – это кодогенерация. Неважно, на каком языке у вас написан и какой фреймворк используется, практически для всех существующих фреймворков можно подключить свагер кода ген. Вот посмотрите весь список того, что он поддерживает. То есть там очень-очень много языков, фреймворков и так далее. На основе вот этого генератора он генерирует по вашему коду, он пробегается по всем контроллерам и генерирует вам свагер джейсон, в котором описана, грубо говоря, спецификация вашего сервиса. Какие ручки есть, какими параметрами, статус-кодами и так далее. И после этого он открывается вот так вот красиво в браузере. То есть бац, и вы открываете, и у вас вот такая вот красивая ручка. И еще раз повторюсь, для этого ничего не надо делать, просто подключите библиотеку и увидите вот такую вот красоту. Ну, конечно, если вы не пишете там на каком-нибудь самописном-самописном фреймворке и так далее, но даже там я думаю, что можно что-нибудь придумать. Но нам интересно именно вот этот вот свагер джейсон. То есть веб-интерфейс — это удобно работать человеку с машиной, то есть белковому телу с керамическим или каким-то силиконовым, силиконовая долина. А для того, чтобы работать роботом между собой, им нужен вот такой вот протокол. И в нем есть вся необходимая информация. Там есть описание запроса, там есть все параметры запроса, там есть коды ответов. И появилась идея, а почему бы нам не сделать покрытие по свагеру. То есть вот у нас есть спецификация от разработчиков, то, что они нам предоставили. Мы можем ровно так же заинструментировать их вызовы из наших тестов и потом сказать там, ребята, вот у нас эта ручка вызывалась, эта ручка проверялась, тут проверялись такие параметры, тут проверялись такие статус-коды. И это реально прикольная идея. То есть нам надо сделать два свагера. Синий — это свагер эталонный, это, грубо говоря, тот, который приходит нам от продукта. А желтый свагер — это тот, который приходит нам от эпитестов. То есть мы берем свагер, который от продукта, потом берем свагер, который сгенерировали наши тесты, потому что они тоже бегали по этим же урлам. И после этого натравить его на свагер.див и получить вот такой вот отчет. Мы сразу же такие, о, прикольная идея, давайте имплементировать. И нет, не стали, потому что вот нашли вот эту вот библиотечку, и она ровно вот это вот делает. Что она делает? Она отвечает на вопрос, что изменилось в новой версии. У вас есть версия 1.0 вашего API, и вышла версия 1.1 вашего API. Вы передаете эти данные в свагер.див, он отрисовывает это в браузере, и выглядит это вот таким вот образом. Видно, какие ручки добавились в новой версии, видно, какие ручки удалились в новой версии, и видно, какие ручки изменились. И это очень прикольно, потому что, например, если вы разрабатываете сервисы, которые используют ваши кастомеры именно по API, то вот эта вот информация для них, она очень крутая. То есть вы как бы сразу же людям скажете, что, типа, ребята, вот смотрите, вот наши изменения, такой ченжелок. И для них это будет прямо, типа, показательно интересно. Ну и, соответственно, остался один вопрос. Что нам надо сделать? Как нам собрать вот этот вот свагер из наших автотестов? То есть надо сделать так, чтобы наши автотесты побежали, и получился вот такой вот свагер. Как мы имплементируем? Мы используем REST-Ашурет. Кстати, кто вот тоже использует REST-Ашурет? Аретрофит. Немного народу. REST-Ашурет победил. Ну да, он по плюсикам, ну, типа, в тестировании тоже побеждает. Окей. Много народу, на самом деле, используется REST-Ашурет, и мы для него написали как раз-таки библиотечку, которая делает следующее. Вы взаимодействуете с REST-Ашуретом, а REST-Ашурет взаимодействует с вашим API. И REST-Ашурет во время выполнения тестов сохраняет маленькие свагер-джейсоны. То есть он прямо сохраняет. Типа, я вызвал такую ручку с такими параметрами, я протестировал такой код ответа и так далее. То есть он прямо дампит это все. И код работы фильтра выглядит вот таким вот образом. Это очень простой код, его можно написать прямо вот, типа, прямо легко. И самое интересное, что мы используем нативные модельки свагера. То есть мы подключили свагер как зависимость и просто ее, как бы, у себя, ну, типа, заполнили. И это, на самом деле, очень прикольно, потому что нам практически не пришлось писать никакой код. То есть мы просто сохранили результаты. Потом у нас появилось покрытие каждого теста. Это много джейсонов. Каждый, ну, типа, тест после себя оставил вот такой вот файлик. Что мы сделали? Мы написали программку, которая называется свагер-агригейт, которая на основе многих свагеров, она генерирует один. Она генерирует по принципу пересечения. Если ручка не проверялась, добавляем. Если параметр не проверялся, добавляем. Если, кстати, у скот не проверялся, добавляем. У вас получается, типа, информация о том, что проверялось и как проверялось в ваших тестах. Ну и все. Мы уже вот просто такие все прикольно, все работает. Отправляем эту информацию в свагер-див. И нет, не зашло. Мы решили от него отказаться, потому что он работает в контексте дифа, и там много левой информации. Он нам сразу наругался. У ручки есть описание, а у тестов в свагере нет описания. Ну, естественно, его нет. Мы, типа, не проводили туда описание, то есть его не надо сравнивать. В результате пытались ее тюнить-тюнить и решили выбросить, потому что она все-таки работает в контексте дифа. И сделали свою библиотечку, которая называется свагер-ковередж. Соответственно, она на вход получает много свагер-джейсонов, она получает свагер от вашего API-сервиса и генерирует отчет. Отчет выглядит вот таким вот образом. У вас сразу же видно, типа, что протестировано и как. Он разбит на несколько частей. Первое. Сколько всего у вас ручек. Второе. Сколько из них покрыто полностью. Сколько частично и сколько не покрыто вовсе. Частично покрыто – это означает, что у вас есть тесты на ручку, но какие-то параметры не проверяются. Прикольно, что выводится все в процентах. Это можно прям менеджеру или любому разработчику отсылать, и это прям прикольно. Например, если вы зайдете в полностью покрыто, тут будет информация про все ручки, про информацию про количество параметров и статусов. То есть тут означает, что сейчас в спецификации вашего сервиса все эти данные есть, и они проверяются. Ручка, которая покрыта частично, она выглядит вот так вот. У вас видно все ручки, и параметры, которые покрыты, и параметры, которые не покрыты. Если вы раскроете каждую конкретную штуку, то вы увидите вот такую вот картину. Там будет написано список параметров, которые дергались в ваших тестах, и красными будут намечены все те, которые не проверялось. То есть тест на это есть, но он не задействует вот такой вот параметр. Со статус-кодами примерно то же самое. Ну и последнее, как бы этот зал такой, самые плохие ручки, это ручки, которые не проверялись совсем. То есть, грубо говоря, это то, что прям требует срочно автоматизации, потому что на это нет никаких тестов. И я сделал небольшой демо-ролик, как это выглядит в реале. Сейчас. Вот, я сгенерил себе отчетик. Сейчас я нахожусь на full. Так, есть что-нибудь? Он бежит? Да. Вот. Перемещаюсь. Здесь у нас уже встроен поиск. То есть можно ввести каждую конкретную ручку и посмотреть, насколько хорошо она проверяется. Либо, если она не проверяется, то типа она будет находиться здесь. Соответственно, можно перейти в partial. То есть тут процентаж видно. Можно перейти в partial, открыть вот так вот штуку и посмотреть, что типа вот у нас тут есть зеленые параметры. Это те, которые тестируются. И, например, в данном случае, у меня не видно, не проверяется очень много поисковых параметров. Там x-session.id, isofficial, isclabed, s24open и так далее. То есть очень много параметров, которые в тестах у нас не тестируются. И то же самое со статус-кодами. То есть иногда получается так, что параметры у нас полностью проверены, но для этой ручки не тестируется статус-код 200 и 404. На самом деле, когда вы отдаете свою API клиентам, это очень важно понимать, что даже статус-коды тестируются, потому что у нас много клиентов завязано на именно, ну типа правильный ответ. И, соответственно, мы вот этим вот отчетом решили очень много наших проблем. То есть мы как бы в одном месте получили централизованные знания про то, что у нас покрыто тестами, а что не покрыто. Какой профит мы с этого, ну типа в итоге получили? Во-первых, мы начали осмысленно писать тесты. То есть мы заходим, например, во вкладочку empty и понимаем, что типа да, у нас тут очень большая проблема, 50% не покрыто. Это типа нагоняет менеджера. И теперь менеджеры не приходят к нам и не спрашивают, типа Тёма, у нас покрыта эта ручка с этими параметрами. Ты говоришь, блин, чувак, зайди в репорт, ты что ленивый совсем? Ну на самом деле все зависит от менеджера. Мне кажется, некоторые менеджеры даже с таким инструментом могут прийти и спросить, как бы чтобы ты этот при нем прям взял и открыл страничку. Второе, мы не забываем про хвосты. Как я говорил, у нас очень много параметров добавляется. Они добавляются каждую неделю, наверное, точно. И очень легко не проследить какой-то конкретный параметр. Из-за этого у вас функциональность не будет тестироваться. Это очень плохо, это а-та-та, и мы на это очень сильно обращаем внимание. Поэтому, когда у вас зеленый отчет, вы потом запускаете тесты на новый API и видите, что некоторые параметры не покрылись, это очень круто. Он прикладывается сразу к результатам прохождения тестов, и вы сразу понимаете, что у вас какой-то гэп образовался, и над этим надо срочно работать. Ну и последний пункт это то, что делается полностью автоматически. Нет вообще никакой необходимости делать это руками. То есть, эта штука, она собирается постоянно за вас. Какие еще идеи есть? Ну, во-первых, хочется сделать, я начал разрабатывать Chrome плагины, так же, как я в прошлом году рассказывал про идеи плагины, ну и, соответственно, сейчас я переключился на Chrome. Я хочу сделать Chrome плагин, который будет рисовать прямо в свагере информацию про то, какие параметры, тесты покрыты, не покрыты. Это очень удобно, потому что любой разработчик, который пользуется своим свагером, он открывает эту тему и сразу же видит в удобном для него виде, что сейчас тестируется, что не тестируется. И самое прикольное, что он может посмотреть, ну типа, если он изменит эту ручку, то какие тесты упадут. Это на самом деле довольно прикольная штука. Второе, это поддержка других тулов. Хочется сделать некоторую проксю, которая будет собирать вот этот лог, чтобы ее можно было использовать для любого языка. Вы свой код нацеливаете на проксю, прокся собирает вот этот вот свагер джейсон, и просто дальше она ходит в сервис. Таким образом, не надо будет писать имплементацию под каждый язык, под каждый, ну типа, HTP клиент, можно будет взаюзать эту проксю, и она построит вам полностью покрытие и будет понимать, что у вас тестируется, что нет. Ну и третье, это сейчас вот нам не хватает интеграции с Allure-отчетом, потому что не всегда понятно, какие параметры с какими данными были проверены. И очень хочется нажать на параметр и увидеть, в каких тестах эта ручка вызывалась и с какими конкретными данными. Это как бы уже такой следующий уровень, посмотреть, где использовались правильные логины, где неправильные и так далее. То есть, грубо говоря, посмотреть реально данные, которые у вас есть. Ну и вот получается, что идея у нас примерно вот такие. Следующий инструмент, которым я хочу рассказать, это покрытие для веб-тестов. Кто из вас использует Selenium? Да, я же на конференции на это, я понял. Господи, боже мой. Аппитер? Враги есть? Опачки. Смотрите, смотрите. Окей. Что мы решили использовать в основе покрытия? Мы решили в основе покрытия использовать ваш сайт. То есть, это самое близкое и самое понятное любому человеку. Вы разрабатываете веб-интерфейс, им надо нарисовать покрытие ровно на веб-интерфейсе. Если посмотреть внутрь, то каждый сайт состоит из элементов и способов с ними взаимодействовать. То есть, по сути, у нас есть всякие ссылочки, кнопочки, чекбоксы, инпутики и так далее. И любое взаимодействие можно выразить в виде графа. То есть, у вас есть некоторая главная страница. Если вы нажмете кнопку, вы перейдете на страницу авторизации, если вы ее заполните, перейдете на следующую страницу и так далее. Это граф. Если посмотреть на ваши тесты, то они бегут вот таким вот образом. Все начинают с условной главной страницы. Потом они переходят на страницу авторизации. Потом с нее они разбегаются на другие страницы. Потом на следующей странице. И в конце они завершаются. То есть, по сути, это такой граф. На самом деле, у меня есть очень большое желание как-нибудь визуализировать вот этот процесс, и я уже близок к нему. То есть, как у вас тесты по страницам вот так вот расходятся. Это на самом деле довольно крутая штука. И если мы говорим про покрытие сайта, то интересно, чтобы мы посмотрели тесты на вот этот вот элемент. То есть, вы наводите курсорный элемент и говорите, а какие тут тесты вообще у нас есть. И по сути, это эквивалентно тому, что вы в графе наводите на конкретную ноду. Вы говорите, а вот тут вот какие тесты есть. И если я уже построил за вас граф, то я вам смогу легко ответить на вопрос, какие тесты у вас есть на этой странице, для этого элемента и так далее. И у меня пришла идея, что можно вот прямо, когда вы наводите на этот, прямо рисовать все тесты, которые тестируют этот элемент. Выглядит это примерно как в Яндекс.Метрике. То есть, кто там пользовался Яндекс.Метрикой, знает, что там есть такой вот виджет, который называется карта ссылок. В нем как бы очень много вот таких вот штук. Она подсвечивает каждую ссылку определенным образом. Если вы наведете курсор на любую из этих вот ссылок, то вы увидите вот такую вот картинку. Там будет график, там будет какая-то статистика и так далее. И, соответственно, а на красную, если наведете, то увидите как бы там то, что по ней переходит там гораздо больше народу. И у меня появилась идея, почему бы ровно такое же не сделать только для веб-тестов. То есть, типа, наводишь на элемент, и у тебя вся аналитика. Этот элемент очень загружен, на него много кликают, его никогда не брали сэнд-кис, никогда не брали никакой атрибут, странно, на него только кликают и так далее. То есть, выводить всю мета-информацию прямо на сайте у вас. И как имплементируем? Давайте разберем такой вот тест. Нам надо кликнуть на эту кнопку, потом сюда написать текст и потом нажать кнопочку submit. Как я уже говорил, мы используем Atlas. Как будет выглядеть этот тест, когда вы используете Atlas? Будет написано page open, потом offers list, ну, типа, он должен быть больше нуля, то есть, хотя бы один элемент там должен быть, потом мы берем первый, двигаем туда курсор, потом кликаем на заметку, после этого пишем вот этот вот текст, потом опять берем первый оффер, сохраняем его с помощью клика и после этого проверяем, что в юзер-энпуте у нас вот такая вот логика. То есть, тест пишется очень легко, как, ну, типа, паттерн page object, и в принципе, я думаю, что все примерно с этим знакомы. Что делает дальше? Atlas во время выполнения теста собирает все локаторы и взаимодействия в файлик. В этом файлике находится информация о всех страницах, которые он посещал, и информация о всех локаторах. Причем там есть особенность. Когда у вас делается один элемент, второй элемент, третий элемент, четвертый элемент, клик, вам не нужен каждый локатор, потому что, ну, как бы вы не тестируете в этот момент каждый элемент. На самом деле, вы тестируете только последний. То есть он тестируется, но очень неявно, и поэтому надо вот эту всю цепочку сохранить. Мы его называем full-локатор, full-name такой у него. То есть у него полностью вот этот вот длинный локатор. И вот эту вот информацию про локаторы мы прикладываем в валюр-отчет и плагин валюри. Это очень прикольно, что в валюре есть плагины, как бы, и так как я разработчик, я, наверное, единственный человек, который умеет их писать, но как бы плагины на самом деле позволяют мне решать очень много проблем, и, соответственно, он генерирует метафайл. Дальше у нас есть плагин для хрома. Вы нажимаете на него и вбиваете сюда URL до аллюра. Нажимаете кнопку save locators, show locators, и у вас получается вот такая вот картинка. То есть вы видите, какие элементы у вас покрыты, сколько тестов проходит через каждый элемент и так далее. То есть у вас прямо на странице отображается полностью покрытие. Если вы наведете на конкретный элемент, то справа у вас появится список тестов, которые проходят через этот элемент. То есть, грубо говоря, у вас прямо все находится перед глазами. Если вы нажмете на каждый конкретный тест, то у вас откроется allure-отчет, и вы сразу же можете показать, ну, типа, менеджеру, типа, что у вас конкретно происходит в тестах, что проверяется, что не проверяется и так далее. Я сделал небольшое демо тут тоже, чтобы поиграться. Итак, вот у меня сгенерировался allure-отчет. Я открываю наш плагин, вставляю сюда JSON-чик, нажимаю Save, Show, и у меня справа появляются все тесты со статусами и так далее. Вот у меня появились кнопки. Вот я понимаю, сколько тестов. Кстати, заметьте, что если вы этот, ну, типа, tooltip появляется, то у него дорисовываются вот эти вот данные. И у меня вот есть параметр объекта. Я посмотрел, ага, окей, вот что у нас тут проверяется. Короткие тесты, как я и говорил, посмотрите там вообще. Потом хоп, открыл, так, а что у нас тут проверяется? Заметьте, не проверяется вот эта вот кнопка. Никто не тестировал кнопку удалить объявление. Захожу, смотрю, да, это правда. А, тут вот как бы как раз нет вот этой кнопки удалить. Окей. Дальше перехожу сюда. Смотрю, ага, локатор. Окей. Перехожу на него. Окей. И так далее. То есть получается, что вы на одной странице сразу же с помощью плагина понимаете, какие тесты у вас написаны, что они тестируют и так далее. Больше нету необходимости вообще никому в команде, в компании думать о том, что типа, блин, ребята, у нас вот этот вот там кнопка или контрол проверяется или нет. Типа вот, этот плагин ставите, подключаете, ну, для, это ладно, подключаете Allure-овский плагин, генерируете вот эти вот данные и у вас вся, ну, типа все покрытие, оно очень круто визуализировано. Причем сразу же видно, с какими элементами вы взаимодействовали, с какими элементами не взаимодействовали и так далее. Какой профит мы получили? В первую очередь мы поняли, что проверяется в наших тестах. Например, если вы наведете на конкретную штуку, вы увидите все тесты, которые проходят через этот элемент, ну, и, соответственно, полный сценарий. Второе. Еще мы получили профит в том, что проверялось раньше. Это на самом деле очень прикольно. Вот заметьте, у кого были такие моменты, когда у вас тесты пропустили ошибку и вы потом проводили ретроспективу и говорили, а у нас вообще там были на это тесты или нет? Ну, то есть вот такие случаи были, у меня вот такое часто, да, происходит. У вас есть алюр-отчет двухнедельной давности. Вы вставляете его прямо в покрытие, наводите место, которое болело и смотрите, были там тесты или нет. Если тестов там не было, ну, значит, как бы пропустили. Если тесты там были, то разбираетесь дальше. Это на самом деле довольно удобно. Вообще, сейчас я уже перерабатываю плагин вот таким вот образом, чтобы там прямо алюр-отчеты рисовались и можно было их мерзжить. То есть вы говорите, я хочу вот этот алюр-отчет, вот этот алюр-отчет и вот этот вот алюр-отчет. Это на самом деле довольно прикольно, потому что вы можете отдельно запускать smoke-тесты, отдельно запускать regression-тесты, и вам надо иногда посмотреть, типа, полное покрытие, типа, всех тестов. Тогда вы просто, ну, типа, включаете или выключаете отчеты. А ссылочка refresh — это когда у нас вот ребята начинают использовать latest artifact в TeamCity. То есть, грубо говоря, TeamCity генерирует, ну, репорты, и у него есть ссылка на последний. И вот нажимаете вот этот refresh, и он как бы подтягивает последнюю версию алюра по одному и тому же урлу. Следующий поинт, который мы получили, это ревью после автоматизации тестирования. Это на самом деле довольно такой экспериментальный, ну, типа, такой шаг, что вы сначала пишете тесты, потом генерируете отчет, и потом отчет с этими двумя-тремя тестами отдаете ручнику. Ручник заходит и важно анализирует, говорит, окей, это правильно, это правильно, это правильно, все, садись пять. И это очень сильно повышает доверие к вашим автотестам, потому что у них нету, короче, ну, типа, как бы они видят, что это реально, блин, проверялось, то есть у них нету такой магии. Ой, этот селениум ваш, короче, там что-то делает, я лучше по старинке, короче, руками. То есть они прямо видят, что, типа, вот, ребята, были такие вот действия с этими элементами произведены, и это на самом деле довольно прикольно. Ну, и вот они вот эту фичу очень просили, мы недавно ее сделали, чтобы там писался конкретный сценарий каждого теста. И, кроме того, вы получаете такой бесплатный бенефит, это, типа, какие тесты у вас самые, ну, типа, нестабильные. Например, в данном случае мы видим, что у нас вот через этот вот поапап 292 теста проходит. И как вы думаете, это как бы плохо, хорошо, мне кажется, что это какая-то жопа. Ну, то есть, и что с этой жопой я могу поделать. То есть, я не могу по-другому писать тесты. У нас там правда нужны 292 теста. Но, теперь я могу прийти к разработчикам фронтенда и сказать им, ребят, вот смотрите, либо вы добавляете мне айдишник туда, либо какой-то датакей, либо я буду отправлять вам каждый отчет, в котором будет падать элемент. То есть, у вас появляется четкое давление. То есть, вы можете обосновать то, зачем вы просите их добавлять какие-то датаключи, айдишники и так далее, потому что у вас есть четкий анализ покрытия. Это на самом деле тоже довольно прикольная вещь. Какие еще есть идеи? Ну, естественно, поддержка других тулов. Отец Селенит, вот это вот все, как бы для него, как я и говорил, там проблемы в принципе несложные. Я сегодня уже разговаривал с Андреем. Я думаю, что мы это сделаем в ближайшее время. Мне там не хватает понимания того, что однопоточный это, ну, короче, как это будет работать в распределенном запуске, потому что Селенит, он как бы, ну, статический. Я совершенно не понимаю, когда он инициализируется, когда он заканчивается, он делает это за меня. То есть он говорит, я типа стартанул, ну, я закончился. Ну, то есть оно как бы, ну, не очень понятно. И мне надо где-то хранить информацию о селекторах, которая прошла. Если, например, два Селенита пойдут одновременно, они в одну, как бы, пачку мне напихают, как бы, селекторов, или это, то есть вот с этим сейчас я проблему решаю. И вторая проблема это вычислить фулл пасс, о котором я говорил, что если у вас есть цепочка, первый элемент, второй элемент, третий элемент, четвертый элемент, то мне надо на самом деле полный, короче, вот этот вот путь сохранить, потому что предыдущие элементы, они на самом деле меня не особо интересуют. Ну, есть идея просто сделать некоторую обертку над веб-драйвером, но она, ну, как бы, пока как бы сложная. То есть я с первого раза как бы не смог ее сделать, но думаю, что сделаю. Второе, это коэффициент качества. Хочется сделать некоторые вот такие вот метрики, в которых будет сразу же выводиться информация про оверл статистик. Ну, все менеджеры любят, короче, циферки. Он тебе говорит, типа, у тебя подозрение на дубликаты 27% тестов. Что такое подозрение на дубликаты? Я сравниваю сценарии теста по селекторам и говорю, типа, вот они, ну, похожи на 98% или они похожи всем, кроме данных, которые они используют. Это на самом деле довольно прикольная штука. Или я могу вам просто рассказать, что, типа, то, что тесты, которые вы написали, они, типа, можно заменить их пятью тестами. Ну, то есть, прикол. Ну, и также, как бы, сколько элементов интеракта, сколько дубликейт серектов и так далее, и так далее, и так далее. Также хочется сделать распределение по слоям. Это вот наша фича, которая нам нужна. У нас есть, как я говорил, Java и E-тесты, есть тесты на Pupitire. Хочется собирать тесты с разных источников и прямо в одном месте показывать. Типа, вот это у нас там пять E2E тестов и, грубо говоря, 75 Pupitire тестов. Вот они все находятся на одном месте. Я могу в каждой из них пожмакать. Я могу понять, что там проверяется. Я могу посмотреть код. Как бы это все собрано прямо в одном месте и так далее. Ну, и следующее, это упавшие тесты на странице. Ну, это, по сути, элементы, которых нет. Тесты очень часто падают из-за того, что меняется верстка. И, по сути, как бы, для меня это самый плохой случай, потому что я пытаюсь интерактировать, ну, также, то есть мне не нарисовать, которого нет. Ну, то есть, если у вас изменился селектор, и я буду его искать, чтобы вам на нем кружочек нарисовать, то я не могу этого сделать, потому что такого кружочка элемента нет. И у меня вообще сейчас уже появилась такая идея, что вот по поводу вот этих вот кружочков и так далее, что если тут отфильтровать только упавшие тесты, то можно на элементах, с которыми я взаимодействовал, рисовать даже expected results. Это вообще крутая штука, то есть вы открываете отчет, он говорит, на этой странице есть пять упавших тестов и сразу же подсвечивает вам красным несколько блоков. Вы наводите на этот красный свет, он из алюра тянет actual и expected result и говорит, тут должен был такой текст быть, а тут у тебя вот я вижу вот такой вот. Ты такой, ааа, вот еще петрушка сломался. Или вторая тема, если прикрутить туда скриншоты, то сейчас у меня такие размышления, то можно прямо наводить на элемент, на какой-то большой, который предыдущий. Он говорит, у меня внутри миссинг один какой-то элемент, я не знаю почему. Вы наводите на этот, на вот этот вот элемент и он вам с предыдущего отчета рисует как бы скриншот. Он говорит, вот в предыдущем отчете вот этот тест вот в этом месте выглядел вот таким вот образом, а сейчас вот таким. И у тебя, ну типа при работе с таким, ну с таким инструментом очень мало времени будет уходить на какой-то дебаг. То есть ты будешь сразу понимать, типа что происходит и так далее. То есть вообще такая мысль, типа перенести Allure Report больше вот на эту вот штуку и пользоваться ей. Ну и да, это типа что касается текущего результата тестов. Вот в целом у нас как бы я рассказал сегодня про то, какие способы я знаю, как можно измерить покрытие, и рассказал про инструменты, две штуки, которые позволяют нам измерять покрытие для API-тестов и веб-тестов. Для меня это было увлекательное путешествие, когда я занялся этой задачей, то есть была такая новая задача, я так постарался творчески подойти к процессу. Творческое путешествие в мир покрытия. И вот, ну типа такой вот вывод, который я хочу сказать, что на самом деле, когда перед вами ставят какую-то задачу, то можно взять типа лучшее из обоих миров и попробовать это совместить. В моем случае это реально неплохо зашло, потому что когда мы пытались анализировать просто покрытие-покрытие, оно нам ни черта не дало. Мы сидели на эту цифру в 80 смотрели и не понимали. А потом сделали то же самое, но немножко на другом уровне и бац, появился результат. И это нам очень понравилось и прям прикольно. Присоединяясь к комьюнити, вы можете найти вот здесь вот эти инструменты и локатор с ходспот. Локатор с ходспот я сейчас потихонечку перевожу, чтобы он был ближе к алюру и прямо из алюра можно было, ну типа он валюр регенерируется, плагин туда добавляете и он теперь решает все ваши проблемы. И если у вас есть вопросы, обращайтесь. Если хотите посмотреть, как это выглядит вживую, у меня на ноуте это все есть, можно выйти туда и посмотреть, покажу, как это работает и особенно послушаю ваши идеи. А на этом у меня все. Меня зовут Артем Ярошенко. Спасибо. Вопросов нет? Отлично. Тогда у нас без вопросов. Если кто-то хоть… А, вот, да, отлично. Артем, спасибо большое за доклад. Прям очень интересный. На самом деле, я смотрю, вы продвинулись очень долго. Много кто мечтает об этой визуализации, особенно на UI. Вот я услышал от тебя, что у вас тесты пишут и разработчики в том числе. У меня сразу же первый вопрос. Почему тогда у вас есть проблемы с падающими локаторами? Потому что в моем понимании, если end-to-end тесты упали, разработчик, скорее всего, сломал какой-то локатор и должен подфиксить его до того, как зарелизится. Да, проблемы с локатором у нас есть, потому что разработчики пишут тесты, которые запускаются на билдах, грубо говоря. И у нас end-to-end тесты, они запускаются на интеграцию, когда мы проверяем, как собралась верстка вместе с API. То есть мы проверяем проблему, грубо говоря, совместимости. И именно падают вот эти вот тесты. То есть их падает немного, как я показал, то есть там типа где-то около 3%, но как бы падают именно они. То есть мы этими тестами тестируем не верстку, а интеграцию. И если их запускать прямо в том же pull-request, то сейчас это немножко жирновато для нас, потому что очень большой поток идет, и мы просто задодосим все, ну то есть невозможно на данный момент пока нормально подготовить в таком объеме тестинги. Но в целом, как бы я думаю, что мы туда к этому придем. То есть по сути, я правильно понимаю, что имеется в виду, что ты написал тест, он упал, и ты его сразу пофиксил в том же pull-request. Ну да, я думаю, что к этому мы придем. Это, наверное, какой-то следующий этап. Спасибо большое. И еще один вопросик. Почему разработчики добавляют аидишники, а не те люди, которые пишут тесты? Вот это хороший вопрос. На самом деле, я это упомянул как больше, ну типа, что как процесс, но у нас в целом, как я сказал, тестировщики, они имеют право кодить и писать код в продукт разработки. И это, наверное, 50-50. Ну то есть иногда это просят там какие-то разработчики, это зависит от команды. То есть в целом нет никакого моратория на то, что никто не может закоммитить в этот код. Окей? Тогда спасибо за внимание. Если кто-то хочет посмотреть на продукт, давайте покажу. Окей. Спасибо.